Пустые баночки Продукт, который я Также выбрасываю Потому что он у меня Как видите не закончился Просто это самый ужасный продукт У бренда Грискур, который только может быть Это вообще называется Термозащита масла спрей Это просто бред Во-первых, как термозащита нифига не действует Во-вторых, как масло Для волос Он просто ужасно сушит волосы Если вы нанесете очень много продукта То волосы ваши станут сосульками Нету, знаете, такой золотой серединки Я перепробовала По-разному пользоваться этим продуктом И, к сожалению, я с ним так и не подружилась Поэтому я его выкидываю, потому что он полностью бредовый Ну а теперь то, что у меня закончилось И давайте первое вам расскажу Это Фаберлик Средство для снятия маникюра Это у меня было с цветочным ароматом Классное на самом деле средство Очень хорошо снимает маникюр Вы можете даже, если у вас есть дети Вы можете снимать даже при детях маникюр Потому что пахнет фруктовым, по-моему, ароматом Или цветочным Фруктовым пахнет ароматом Так что, в принципе, ничего страшного Если вы снимете маникюр Если ваш ребенок будет находиться с вами в одной комнате А вонять не будет это средство Единственное, мне очень не нравится Что это средство Как вы видите На упаковке совершенно нету ничего Опознавательного Что это за средство Что это за бренд Потому что почему-то это средство разъедает бумагу Так что, знаете, я задумываюсь вообще О качестве этого средства И о его натуральности Так что я больше его не покупаю Только потому, что очень сильно оно пачкается И приходится потом с мылом вымывать руки Закончился у меня от Frati Shop Карелия органика Скраб для тела Боже, знаете, это был самый лучший скраб для тела За всю мою жизнь Он до сих пор так вкусно пахнет ягодами Слушайте, это фантастический просто аромат Это фантастический скраб Он имеет муссовую консистенцию Он просто одновременно очищает вашу кожу Одновременно увлажняет И он просто, знаете, он тает на коже И очень приятно, на самом деле, пользоваться этим скрабом Я вам его очень сильно посоветую Потому что он действительно очень крутой И аромат фантастический Действия просто потрясающие Дальше, к сожалению, к моему для тела Закончился у меня лосьончик Вот такой от L'Occitane, вербена Я просто влюбилась в этот аромат Это настолько, знаете, такой приятный Ну, я думаю, знают, что вербена Это именно цитрусовый аромат Он очень-очень вкусно пахнет Он потрясающе увлажняет кожу И аромат сохраняется просто надолго И вот такой вот миниатюрочки Мне в 30 мл хватило Где-то на полмесяца точно То есть его нужно совершенно мало Потому что он жирненький И хорошо распределяется по телу И на самом деле быстро впитывается Что тоже просто невероятный плюс Еще одно средство для ванны закончилось Это гель для душа Фаберлик Это вишневый конфитюр Мне очень сильно нравится этот продукт Потому что здесь 200 мл Он достаточно экономичный Он хорошо пенится Безумно вкусно пахнет Именно, знаете, такой вишней Даже с примесью черешни, я бы сказала И, не знаю, мне очень понравился Единственный гель для душа от Фаберлика Который пока что меня зацепил И я его и вам посоветую Особенно если вы любите такие ароматы Особенно вишневые, черешни Да, то действительно смело берите И не задумывайтесь Кстати, пишите мне в комментариях Какой вы мне можете посоветовать Еще гель от Фаберлика Который действительно достоин И стоит обратить на него внимание Так что пишите Я жду ваши советы Возможно, что-нибудь попробую Еще одно средство для тела у меня закончилось Это у меня молочко для тела Интенсивное увлажнение С гиалуроновой кислотой от Виленты Здесь объема 200 мл Я не знаю, на самом деле Почему я не пользовалась этим молочком До этого момента Но он такой потрясающий Он, во-первых, очень и очень хорошо впитывается Имеет водянистую консистенцию И аромат очень нейтральный Очень нежный И действительно, благодаря этому молочку Кожа становится более упругой Так что реально я вам посоветую Молочко от Виленты С гиалуроновой кислотой Это действительно стоит внимания И качество на высоте Давайте, наверное, теперь перейдем К уходу за лицом И что закончилось у меня Это пропеллер Салициловый лосьон от прыщей Для чувствительной кожи Хочу сказать, что этот лосьон Понравился мне меньше всего Потому что он как-то не сильно справляется С мотированием кожи Он не сильно справляется С устранением акне А также он не сильно уменьшает покраснение Так что, не знаю Это может быть потому, что у меня другой тип кожи Мне совершенно не подошел уже Но, кстати, хочу сказать Что мой муж Саша Тоже пользовался таким лосьоном И я вам хочу сказать Что тоже не сильно заметен эффект Был от этого лосьона Так что именно этот Я вам не посоветую Лучше купить для жирного типа кожи Или для комбинированной кожи Он намного лучше И аромат у него более такой цитрусовый И действие у него лучше Вот этот я вам вообще не порекомендую Дальше закончились две маски тканевые От Виленты Одна у меня маска с женщинем Одна нежность По поводу нежности могу сказать Она реально очень хорошая Имеет совершенно нейтральный аромат С ней приятно сидеть Хорошо увлажняет Но, в принципе, я думаю, все знают Что тканевая маска Вилента Это моя любовь на данный момент А вот тканевая маска Женьшень Она, как видите, с отсеком для крема То есть в ней есть дополнительно крем После того, как вы увлажните свое личико маской Вы потом смываете маску с лица остатки И увлажняете кожу далее вот этим кремом Из вот этой ячейки По поводу аромата этой маски Я хочу сказать, что она на любителя Потому что она имеет такой специфический аромат Женьшеня А крем, ну, крем тоже, знаете, на любителя Потому что лично мне этот крем кожи зажирнил Мне он не понравился Но если у вас нормальная кожа, либо сухая Это точно ваш вариант И отлично будет увлажнять А также тонизировать кожу В принципе, я периодически не пользуюсь такими кремами Просто пользуюсь тупо маской И, в общем-то, довольна жизнью И еще средство для лица закончилось у меня Это сыворотка Пептиды от Шири Кстати, кто не видел, в этом видео я вам делала полный и подробный обзор на косметику Шири Могу сказать, что в этой сыворотке здесь было 4 вот таких вот саше Они по 2 грамма Одного такого саше на 2 грамма мне хватало на 2 раза То есть, в принципе, экономичная сыворотка Она действительно очень хорошо увлажняет кожу Она даже подходит для жирного типа кожи Совершенно не жирнит И это просто фантастический был результат У меня вообще первый опыт общения был с уходовой косметикой корейской И я просто влюблена в нее Реально я теперь понимаю, насколько крутая корейская косметика И что действительно стоит хотя бы один раз попробовать ее И вы поймете, что действительно пока что лучшего варианта вы не найдете Ну и давайте перейдем к уходу за волосами И первое, что я вам покажу, это краска для волос Краска Гарнье номер 712 Называется жемчужно-пепельный темно-русый Сейчас этой краской крашусь, затемняю корни Потому что, честно вам скажу, мне надоело краситься в блондинку полностью Потому что каждый раз результат получается какой-то непонятный И каждый раз его не предугадаешь И честно вам скажу, что я очень сильно опять испортила волосы И как вы заметили, я подстриглась перед Новым годом Убрала все нафиг свои сожженные, посеченные волосы И брала где-то, ну не знаю, вот такую длину точно И сейчас мои волосы просто говорят мне спасибо Они реально очень хорошо сейчас выглядят Не, ну по крайней мере очень нравятся и на ощупь, и визуально Ну и краска вот эта мне нравится тем, что она не портит и не травмирует волосы Потому что в ее составе есть масла Также цвет получается очень реально крутой, очень естественный, натуральный Так что я, если честно, задумываюсь покрасить вообще полностью волосы в такой цвет И хочу вас спросить, напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу Если я перекрашусь вот в такой цвет полностью То есть не только корни у меня будут такого цвета Но я, скажем так, вернусь к своему природному, родному цвету волос И пока я, честно скажу, решиться не могу на это Пока я не знаю, хочу я этого или не хочу Так что прошу у вас совета Как вы думаете, подойдет мне вернуться к родному цвету Или же остаться такой, или же сделать на концах Только оставить осветление и как бы сделать небольшое бронзирование Ну и как раз про блондинистость Также закончились две у меня вот таких краски Точнее красителя от Lissab Professional Это номера 1102-1108 Вот в этом видео я вам рассказывала про то, как я окрашиваю свои волосы в блонд И, в общем-то, как раз-таки там эти краски фигурировали Эти краски реально очень хорошо окрашивают волосы Я сейчас уже допользую, которые у меня остались в красителе У меня осталось, по-моему, три коробочки И я буду переходить, скорее всего, либо на краску Mass Market гарнировскую Потому что она не сильно травмирует волосы Или же буду искать альтернативные профессиональные краски Которые будут меньшей стоимостью Потому что вот эти краски сейчас просто фантастическую космическую цену стоят Один вот такой краситель стоит, по-моему, 560 рублей, если не больше Так что тупо из-за ценовой категории я сейчас не готова платить такие деньги И я считаю, что это, на самом деле, пустая трата денег Потому что, к примеру, в All in Professional можно найти похожие оттенки И они будут стоить просто практически 5 раз лишних И дальше продолжаем тему волос У меня закончилось два шампуня Один вот этот шампунь получается Glisskuровский Экстремальная защита цвета волос для окрашенных эмилированных волос В принципе, мне понравился этот шампунь, у него 250 мл Хорошо очищает окрашенные волосы И окрашенный цвет волос вымывается с этим шампунем намного-намного меньше Так что, в принципе, аромат хороший и шампунь неплохой Но эффекта вау у меня от него не произошло Просто он мне понравился И по поводу этого шампуня Этот шампунь 3D сияние, блеск и сила Кератин, амарант В общем, кератиновое питание, роскошный блеск и сила Для всех типов волос Этот шампунь я покупала Fix Price Это объем 500 мл И я вам честно скажу, что сначала он мне понравился Потому что он, мне казалось, хорошо увлажняет волосы Неплохо питает После того, как я сделала перерыв в применении этого шампуня И тестировала другие шампуни И после тестирования других шампуней Я стала пользоваться обратно этим шампунем, чтобы его добить И я поняла, что какая это какашка Извините за выражение, но это реально просто гэ Ну, с волосами он совершенно ничего не делал После хороших шампуней Так что я вам его не посоветую Он, конечно, стоит 50 рублей Но даже 50 рублей этот шампунь, к сожалению, не стоит Я не думаю, что вообще здесь есть кератин Так что не покупайте, не тратьте даже такие маленькие деньги И давайте перейдем к маскам и бальзамам для волос Кстати, опять-таки, бальзам покупала я в Fix Price Это секреты лучших здравниц СССР Яичные для укрепления волос А вот этот бальзамчик из Fix Price Я вам реально посоветую Потому что он неплохо увлажняет волосы Разглаживает И, в принципе, после этого бальзама На волосах появляется блеск и сияние Я вам могу его посоветовать Потому что и аромат нейтральный, достаточно приятный И эффект неплохой В принципе, за 50 рублей я считаю, что это просто замечательно Дальше у меня закончился бальзам для волос от Faberlic Это у меня этноботаника Бальзам увлажнения, питания, защита Для любого типа волос на каждый день С голубым лотосом, ягодами Годжи и маслом Амаранта Ну, знаете, в принципе, мне понравился этот бальзам для волос Он очень-очень хорошо питает волосы Он практически моментально впитывается Но, знаете, ну, в принципе, вроде бы и неплохой бальзам Но заканчивается он молниеносно Потому что у него жидкая консистенция И просто, я не знаю, вот этого флакончика на 200 мл Мне хватило где-то на 5 раз Так что это просто, я не знаю, ну, не экономично это точно Но если вы любительница Faberlico и бальзамчиков То я вам его посоветую Тем более, если вас не напрягает такой расход продукта То возьмите, попробуйте Но я его больше брать не буду Потому что реально экономии никакой И закончилась вот такая маска объем для волос От Organic Shop Это Organic Kitchen Называется Горячая новость Она получается с органическим бразильским кофе И лакричной палочкой Единственный плюс этой маски Это ее аромат В аромат просто фантастический Корейцей пахнет нереально И, знаете, такое ощущение Рождества Именно с этой маской Но эффекта ноль Продукт вообще неудобно брать из такой баночки И расходуются не сильно экономично Так что совершенно вам не посоветую Маски для волос от именно Organic Kitchen Они очень экономичные И действия у них никакое А вот густые шампуни Вот такие В таких баночках Тоже 100 мл Я вам реально посоветую Потому что они очень хорошие И волосы хорошо очищают В принципе просто стоит пробовать за цену Но бальзамы и маски за такую цену Это передо И закончилось у меня две вот таких туши Это первая тушь Essence Lush Princess С эффектом накладных ресниц И тушь от Catrice Называется она Фиг его знает как она называется У меня уже тут все стерлось И я реально не посоветую эти две туши Потому что вот у туши Essence Кисточка Ну она вроде бы должна быть удобной Но совершенно нифига не удобной Потому что лично у меня Она пачкала ресницы Тушь отпечатывалась Она очень долго сохла И в принципе я бы не сказала Что какой-то эффект накладных ресниц от нее По поводу вот этой туши объемной От Catrice Я вам также могу сказать Здесь совершенно неудобная кисточка Она просто громадная Лично для меня Единственный плюс Что она давала объем Это да Но то что пока ты нанесешь эту тушь Ты вся изляпаешься Извозюкаешься В общем не знаю Мне не понравились эти туши В нанесении совершенно ужасной кисточки Так что не знаю Это просто бред Вот Essence совершенно никуда Catrice еще именно объемный эффект дает А вот кисточка просто На этом все Мои пустые баночки за январь месяц закончились Надеюсь вам было интересно Где-то даже полезно это видео Если это было так То ставьте пальчик вверх Подписывайтесь на мой канал Вступайте в группу ВКонтакте И заходите на мою страничку в Инстаграм Кстати ищите хэштег Свити отзыв И там у меня очень много отзывов На косметические продукты И не только Ну а с вами была Маша Всех люблю и целую До встречи в новых видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok